Зданию в этом году исполнится 48 лет и капитального ремонта в нем не было. Считалось, что поликлиника достаточно функциональная для Абакана. Сейчас контраст между старыми стенами и отделкой нового блока очевидны самым ярым скептикам, считавшим, что с ремонтом можно подождать. Водитель троллейбуса Елена Морозова пришла в это крыло здания с ребенком, как на экскурсию. Красиво, удобно для женщин с колясками. Это очень здорово, будет приятно посещать, как-то нельзя. Министр здравоохранения Хакасии Наталья Коган тоже довольна. Немалые для республики бюджетные средства потрачены не напрасно. Это только первый этап реконструкции детской поликлиники. И сделан он в рамках программы развития здравоохранения республики Хакасия под программу охраны здоровья матери и ребенка. На это запланировано и потрачено чуть больше полутора миллионов рублей, миллион пятьсот семьдесят. Тысячу рублей. Отдельный вход для инвалидов-колясочников. Таким, пожалуй, не может похвастаться пока ни одно лечебное учреждение республики. И двери, и коридоры здесь широкие. И есть место для любых виражей и разворотов. В этом же крыле строители сделали отдельный бокс и вход для инфекционных больных. Если ребенок температурит, мать может вызвать скорую помощь раз, может вызвать неотложку с поликлиники два, участкового врача вызвать на дом три. Но вдруг решили родители, что ребенок температурит и некогда там ждать приезда какого-то врача. Они собираются приезжать в поликлинику, вот они тогда заходят с этого входа, с температурящим ребенком, чтобы не контактировать со здоровыми детьми. На осень запланирован второй этап капитального ремонта. В современный вид приведут другое крыло первого этажа детской поликлиники. Реконструкция в этом году пройдет не только в городских, но и в районных больницах Хакасии. В бюджете Минздрава на эти цели предусмотрено 20 миллионов рублей. Виктор Лушников, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.